Дарья Латышева увлеклась фотографией, когда ей было 15 лет. Тогда девушка фотографировала все, на что падал взгляд. За годами определился любимый жанр, а хобби переросло в профессию. Оглядываясь назад и вспоминая начало своего пути на поприще фотографий, Дарья отмечает, что все складывалось удачно и гармонично. Хотя были и ошибки, и неудачи. Пройдя через все это, она точно знает, какими качествами должен обладать фотограф. Наверное, в первую очередь, какими-то внутренними художественными установками, чувством, наверное, эстетики, вкуса, понимания того, как красиво можно что-либо показать на изображении. Ну и, в принципе, просто видеть красоту мира, не обязательно через камеру. Работа фотографа не заключается только в нажимании на затвор камеры. Нужно правильно выстроить кадр, а если перед объективом стоит человек, то это еще и взаимодействие с моделью, умение выстроить общение, наладить контакт. Нюансов в профессии много, поэтому новичкам Дарья советует начинать постигать искусство фотографий с азов. С основного, конечно же, с базы нужно понимать, что ты делаешь. Не просто бездумно налево-направо, тратя, скажем так, ресурсы, а осознавать, приходить к тому, что именно хочется снимать, зачем ты это делаешь. Может быть, в этом есть какой-то определенный смысл и посыл. Фотография – это первый вид искусства, который появился в результате технического прогресса. Поэтому закономерно, что она идет в ногу со временем. На смену пленочным камерам и классикам этого жанра приходят современные технологии и нестандартные решения. Мы же все сначала копируем кого-то, когда начинаем, и ищем свой стиль. На данный момент, наверное, не кумирами, но людьми, на которых хочется равняться, являются современники больше. Те люди, которые в данный момент сейчас делают что-то очень крутое. Чтобы сделать оригинальный и креативный снимок, не обязательно иметь дорогую аппаратуру. Для начала нужно научиться видеть красоту в обычных вещах. А мастерство в выборе ракурса может сделать кадр с шедевром. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.